Матч всех звезд южного дивизиона Одесской баскетбольной лиги прошел в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Лучшие игроки из школьных и взрослых команд разделили на сборные севера и юга. В перерывах прошли конкурсы слэм-данков и трехочковых. Дмитрий Богомолов далее. Когда на первом месте не результат, а зрелищность и эффектное шоу. Матч всех звезд южного дивизиона Одесской баскетбольной лиги традиционно проходит в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана. Развлекательная программа вызывает ажиотаж на трибунах, а на игроков не давляет ответственность за счет на табло. Они играют в свое удовольствие. Это наш матч звезд уже седьмой будет, потому что до этого мы проводили юниорскую баскетбольную лигу. Пять лет на каждый год у нас был матч звезд. Вот по взрослым ребятам, вот это вот второй год наш матч звезд, где нас принимает чудесный спортивный комплекс. Нам здесь в прошлом году очень понравилось. Получаем шоу. Несколько лет уже подряд проводится этот матч звезд. Основан он на аматорском баскетболе, но ближе он, конечно, стремится к профессиональному. Поэтому судейство будет соответствовать уровню игроков, как всегда. Ребята всегда непредсказуемые, поэтому будем ожидать только самого лучшего, самого драйвового и эксклюзивного, как всегда. Команды Севера и Юга составлены из лучших игроков Южного дивизиона. Причем на одном паркете вместе играют и юноши, и взрослые. Среди них воспитанники специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Бориса Литвака, с которым около 10 лет назад народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов открывал этот спортивный комплекс. Я играю с дюшерами Литвака, и я просто на протяжении всего сезона хорошо выступал, и меня отобрали в этот матч звезд. Наш чемпионат, он как раз рассчитан на абсолютно разных ребят, на взрослых и на молодых. У нас в чемпионате ребята, которым по 14 лет, и такие ребята, как я, которым почти 36. И в этом как раз и интерес. Мы не просто соревнуемся, но мы еще и поддерживаем хорошие дружеские отношения, как на площадке во время игры, так и за нее. Делитесь опытом? Конечно, обязательно. Данный турнир проходит в спорткомплексе университет уже не первый год. На этой базе регулярно проходят сотни престижных соревнований по самым различным видам спорта всеукраинского и международного уровня. Я считаю, что руководство вуза в лице Сергея Васильевича Кивалова делает просто огромные влияния и хорошие вещи для развития спорта и профессионального, и любительского, и детского спорта. Этот зал, этот комплекс, эта площадка очень классная, покрытие, заменили покрытие, покрытие больше похоже на дерево, классные кольца, классно. Ну и здесь достаточно тепло, я побегал 5 минут и мне уже достаточно жарко. А это немаловажно, баскетбол в холодном зале не особо не поиграешь. Итог встречи 180 в пользу юга. Лучший бомбардир Данил Бугорский, у него 30 очков, он же больше всех и заносил сверху. Ну, первый раз я дал в седьмом классе сверху, одной рукой, ну это на тренировке, а с игры дал где-то еще через год. Вот. Как научился, просто вырос, смог прыгать в таких матчах больше шоу. А в матчах именно лиги там больше ответственности, надо играть еще на доверного. И здесь можно показать все свои навыки, что ты умеешь. После каждой четверти зрители ожидали зрелищные конкурсы. Лучшим защитником стал Марк Ставпец. Трехочковый, точнее всех, бросал Руслан Гасанов. А битва с Лэмданка второй год подряд осталась за Игорем Климовым. Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал Репортер.